Необходимость в строительстве нового корпуса инфекционной больницы назрела давно. Старое здание на улице Шверника было построено в 1948 году для размещения в нем детского сада, а в 64 году его переоборудовали под больницу. Благодаря нацпроекту здравоохранения, инициированному президентом страны Владимиром Путином и при активном участии главы Самарской области, который поддержал проект, в Самаре скоро откроется детская инфекционная больница на 100 мест. На сегодняшний день готовность объекта более 80%. Ход работы оценили министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Очень важно соблюдение сроков. И в этом, конечно же, ответственность каждого губернатора, кто получает дополнительное федеральное софинансирование. Вот здесь я хотел бы сказать слова благодарности, потому что объект сдается с опережением графика. Мы видим, что с высоким качеством идут работы. Сейчас уже идут подготовительные работы для приемки законтрактованного оборудования. Эти новые, уже вот этот инфекционный стационар для детей, он уже сделан с учетом опыта и ковид-инфекции. Колоссальный шаг вперед сделала система регионального здравоохранения. И во многом это стало возможно благодаря идеям, которые разрабатывали здесь, в Самарской области. Михаил Мурашко. Именно здесь, на Самарской земле, когда-то он инициировал разработку программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая потом стала программой федеральной. И вот тот масштаб изменений, который происходит сегодня по всей стране. Конечно, это благодаря, в первую очередь, этому мощному драйверу Министерству здравоохранения, поддержке, которую Михаил Бердович оказывает регионам, которые получают от президента страны. Мы видим вот такие колоссальные изменения в системе здравоохранения. Сейчас в строящемся корпусе ведутся работы по подключению коммунальных сетей, чистовой отделке и благоустройству территории. Запланирована поставка мебели и медицинского оборудования. Слава Богу, благодаря соответственно федеральным проектам здравоохранения и региональным проектам здравоохранения. Вот построено это здание мощностью 100 коек, обеспеченной реанимационной помощью, рентгенологической помощью, соответственно специализирована ультразвуковая диагностика. Все сделано согласно требованиям санитарно-эпидемиологической службы. Это и соблюдение потоков больных, это для госпитализации особо опасных инфекций, которые, соответственно, требуют очень хорошей изоляции больных. Завершить строительные работы на стратегически важном для региональной системы здравоохранения объекте планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика, что стало традицией для Самарской области. Уже в первом квартале 2023 года корпус должен быть готов к приему маленьких пациентов. Виктория Шаре, События.